о качество похуже ну порой нам поздороваться с дорогой публикой дорогой любимой публикой так сейчас я включу наушнички чтобы звука не было слышно в микрофон а и публика уже увидела что у нас в гостях а нет не у нас в гостях это я в гостях у александра станкевичу с александр станкевичу с через звуку ю чтобы знали да через ю несмотря на то что вот в русском языке положено чущу писать с буквой у меня многие поправляли но вот не права вот меня еще раньше сам александр станкевичу с поправил как надо писать его фамилию так вот значит мы разговор сегодня затеять а он значит публицист из города санкт-петербурга и так вообще мне хочется его назвать всегда несколько консервативным мыслителем вот так его да он разрешил я вот так называть мыслителем но добавил себя консервативно хорошо и вот значит сегодня тема такая у нас для разговора называется она естественное право то есть те права которые человеку принадлежат от рождения помните советское время сейчас на молодежь не помнит и вы на не помните песня такая была такая вот право человека на жизнь мы свято должны защищать это времена значит этого самого брежнева были и вот когда нам говорили вот у вас там права не соблюдаются да а нам голь самое главное право человека на жизнь и по мы же вид нам не бомбим не бомбим значит мы значит там право на жизнь даем реализовать вот межпрочем да вот естественным правам то что можно кроме права на жизнь отнести больше то и кстати его тоже государство отнимает вот у нас слава богу сейчас отменена к смертной казни да мораторий на нее мораторий да только мораторий в некоторых государствах она просто исключена из способа наказания но тем не менее вот отнять эту жизнь жизнь то ну ну вот как вот разгон демонстрации кому-то очень сильно по башке дали дубинкой это как вот понять это отняли или это несчастный случай на работе вот я не совсем понимаю кстати говоря ну вот а второе естественное право он мне у меня вот сказал станкевич перед этим такие вообще прям хохотал извините меня он говорит собственность но уж собственность то уж никак не естественное право говорю я потому что собственность фиксируется есть некий так сказать институт собственности что считать собственность что не считать ну вот естественно вот просто нет ну вот понятно моя жизнь вот она моя жизнь вот все вот я куда деваться а что считать собственностью? Вот рубашку считать собственностью? Ну, потому что я купил. А вот потому что я ношу, это не значит собственностью. Мы не могли дать ее поносить. На, поноси, потом закончится съемка, отдашь ее в костюмерную, да? Вот, например, так. Это не моя. А я могу объявить, что вот тот, те места, где я живу, мои, да? Как Робинзон Крузов жил на острове, он объявил его своим, да? Вот так. Я могу, говорит, его своим объявить. Так он рассуждал у Даниэля Дефо, что могу своим объявить этот остров. Ну, а вообще говоря, это все, сосед придет и скажет, да нет, я не согласен, что это твоя собственность на Землю, например. И вообще, а что значит собственность на Землю? Вот, вот, если вот действительно, вот собственность на Землю зафиксирована, вот руку поднял, это еще мое пространство, да? Тут нельзя никому ходить, да? А вот выше еще, там, а самолет пролетел, там уже летает, никого не нарушает? Или все все-таки это там, он тоже нарушает мои права собственности? А под землей насколько глубоко мое все, да? До центра Земли или докуда? Вот, например, в Афганистане до еще вот этих всех событий был закон, что значит хозяин владеет землей на глубину, так сказать, лемеха, плуга. Вот глубже это уже принадлежит шаху, или кто у него там был, королю, да? То есть это на случай клад, если нашел, там, нефть, ну, там, какие-нибудь полезные ископаемые, да? Вот, ну, такие... Ну, это опять же, это король установил, да? Понимаете, вот такую собственность. И король, значит, признает собственность вот этого хозяина. Другое дело, что на жизнь-то, да, жизнь дана Богом, вот все, это вот... Вот есть неотъемлемое право жить, жить и живи. Вот права человека на жизнь. Мы свято должны защищать. А вот собственность уже не свято должны защищать. Так получалось прибрежнее. Вот. Что скажете? Теперь я намеренно сегодня, я наболтался уже со студентами, намерен посидеть, послушать умного человека, поспать в заднем ряду, никого не трогаю. Ну, поехали. Сейчас поудобнее устроюсь, застегну свою рубашечку и все. Ну, тут предлагаю начать все же не с частных случаев, которых можно придумывать очень много, а в целом с концепции. Ну, кстати говоря, то, что вы сказали, что собственность, она не входит в естественные права. С вами, наверное, согласился бы такой влиятельный, великий теоретик естественного права, как Фома Аквинский, да? Но у него, собственно, как это все происходило? Он объяснял это следующим образом. Почему право на собственность не входит в естественные права, да? Почему туда входит жизнь и создание новой жизни, ну, то есть право на семью, на размножение? Но не собственность, потому что изначально Бог создал человека в условиях, когда ресурсы были ничем не ограничены, человек был бессмертен, и, собственно, право собственности необходимо лишь тогда, когда ресурсы имеют определенный предел, да? Когда они ограничены в количестве. Но в раю этого не было, точнее, в Эдемском саду этого не было, ресурсы там были безграничны и так далее. Поэтому собственность не появилась с появлением человека. Но, как он говорил, поскольку человек впал в грех, поскольку сейчас, да, ну, то есть сейчас после того, как он впал в грехопадение, человек существует в совершенно других условиях, где ресурсы ограничены, и где человек смертен, и не только смертен, но и подвержен болезням, холоду, голоду и так далее, естественным, естественным правами право на собственность можно с определенными оговорками принять. Потому что для того, чтобы поддерживать в себе жизнь, которая является естественным правом и даже даром Божьим, и мы обязаны поддерживать себе жизнь, в частности самоубийство, поэтому является грехом, право на собственность, оно просто необходимо. То есть его можно, она настолько необходима, что его можно практически на один уровень с естественными правами поставить. И человеку нужно для поддержания жизни иметь дом, иметь средства производства, например, для того, чтобы работать на земле, выращивать продукты, питание, ему необходимы определенные орудия, ему необходима сама земля, ему нужна крыша над головой, ему нужна защита, одежда, и в общем, в силу этой необходимости, естественным правом право на собственность признать все-таки можно что касается неотъемлемости вообще в любом определении ну по крайней мере я даже специально перед нашим разговором зашел в google посмотрел в разных словарях слова неотъемлемы везде присутствует в определении естественных прав это вообще их одно из их качества то есть них качество лично я выделяю 4 это универсальность да то есть у всех людей независимо от расы независимо от происхождения независимо от культуры есть естественные права и практически наверное мы не знаем ни одной культуры которая бы может быть не артикулированно выражала идеи естественных прав но по крайней мере существовало так словно бы эти естественные права были и им были известны да то есть это такая универсальность это идея естественных она заложена прям в каждом человеке а древние еще и говорили еще античные философы говоришь что и животные тоже естественно праве знают и действует так как как если бы оно было потом второй неизменный несомненный атрибут естественных прав это их познаваемость то есть как я уже говорил ранее существа живые да они в общем то могут не обладая какими-то определенными знаниями даже не высказывая слух эту мысль они все равно действуют как будто бы зная о том что есть некие права за ними и за другими такими живыми существами которые необходимо признавать ну то есть понятно что они будут нарушаться но суть здесь не в конкретных случаях да мы подойдем попозже но главное что в любом случае каждое живое существо по крайней мере за собой признает в свое желание жить и соответственно желая чтобы его никто не убивал такое желание есть у каждого живого существа за собой за собой да да потом к этому мы потом перейдем к этому вопросу как а вот живое существо оно имеет представление о смерти ну вот разумный человек конечно имеет представление человек имеет а вот любое живое существо то есть животное понимаем что противится тому чтобы его убивали но вот это вот Сложно сказать, это да. Это очень может быть, что она не имеет представления. Но я бы не стал точно утверждать, что кошки не имеют представления о смерти. Не знаю почему, но мне кажется, что по своему опыту могу сказать, что кошки, когда они чувствуют, что они скоро умрут, они выходят куда-то далеко. Если кошкам позволяют выйти на улицу, выходить свободно, они уходят от хозяина и умирают где-то далеко. То есть у них есть чувство того, что смерть к ним приближается. Я не знаю, как это происходит. Да, да, я понял. Но что-то подобное, мне кажется, у них все-таки есть. Опять же, помню, как на моих руках умирала моя любимая собака, которая на моих глазах сбила машину. Она умирала минут 20-30. Помню ее взгляд, и этот взгляд был, мне кажется, полом понимания того, что все. Ему уже все, конец. Он смотрит на меня и понимает, что это последние его минуты жизни. Мне кажется, что все-таки животные, по крайней мере, некоторые, они понимают, что это такое, и у них есть. Четвертое, третье. Третий атрибут естественных прав – это их независимость от государства, независимость от обычаев. То есть, естественное право, оно предшествует появлению государства, предшествует обычаям. И, скорее, уже обычаи и позитивный закон, который государство создает, они оглядываются на представление о естественных правах. Ну и, наконец, четвертое – это неизменность. То есть, естественные права, как идея, они не могут меняться с течением веков. То есть, они как существовали с древности. И, в общем, если посмотреть на цитаты различных теоретиков естественного права, начиная с самых древних, Цицерона, Аристотеля, потом средневековые авторы и современные, мы увидим, что, ну, в общем-то, они все говорят об одном и том же. Пусть список может как-то расширяться, да, вот сейчас, в частности, я смотрел в словаре «Естественных правах» числятся уже права там на, значит, достоинство, на защиту детства и прочее. Пусть они расширяются, но суть в том, что это представление о правах, которые каким-то образом никак не зависят от государства, от социальных институтов, от обычаев. Они существуют каким-то образом у нас уже по умолчанию, как мы рождаем. А, простите, а вот там авторское право не входит в это понятие, естественно? Нет. Нет, почему? Хотя, почему? Можно, если представить авторские права как частную собственность, то если признать собственность естественным правом, и если эта собственность для автора является источником не просто дохода, но источником поддержания его жизни, то, наверное, можно сказать, что это тоже естественные права. Но это тоже спорный вопрос, потому что меня часто спрашивают, например, мои читатели, как я отношусь к авторским правам, копирайту и прочее. И каждый раз приходится вот... Это очень сложные ситуации, которые сейчас актуальны, да, и для меня, как для автора, они актуальны для автора книг. Но здесь надо разбирать многие случаи по отдельности, то есть не так просто на это ответить сразу. Ну, я вам вот попробую разобрать случай похожий. Вот, например, для земледельца. Его средство существования, это вот его, значит, земля, и то, что он на ней выращивает. Появляется кочевник, а его средство существования, он просто кочует по какой-то территории, собирает все там, что можно съесть, все, что можно использовать, да. А тут на этой территории, значит, это земледельца. Он его, этого земледельца, использует. Он забирает его, значит, плоды, он забирает его жизнь, или его самого в рабы берет. Вот это как естественное право, нет? А как Цицерон относился к праву раба, да? То есть вот у раба есть естественное право на жизнь, но его же это самое хозяин-то, как убить в праве или не в праве? В соответствии с их обычным правом в праве. Значит, получается, что он нарушает естественное право его, да? То есть понятное дело, что в естественном праве смысла никакого нет до тех пор, пока его кто-то не защищает, да? Либо сам человек должен быть таким сильным, чтобы защищать его. То есть это совершенно дикая ситуация. Дикари, каждый сам друг другом дерется, да? Ну не значит дикари. Вот они, цивилизованные земледельцы, цивилизованные кочевники. Пожалуйста. Вот они, значит, качают каждый сам свое право. И на жизнь, и на все, что... И на владение рабами, например, да? Вот. Чего бы не покачать такие права, да? В светлом будущем таком. Помните, у братьев Стругацких там есть путешествие в описываемое будущее, да? В этом понедельник начинается, в субботу. И вот, значит, там где-то, значит, описываемое будущее, некая утопия, придуманная, наверное, в античные времена. И вот два таких, значит, человека в тогах рассказывают, как у них очень хорошо устроен мир, в котором они живут. У каждого по два раба. Ровно по два раба. У всех равенство полное, да? У каждого два раба. Полное равенство. То есть вот рабов за людей просто не считают. У них полное равенство. Ну я как-то вот не очень понимаю, что значит концепция естественного права. Она что, сама по себе существует? Вот у нас всякие права, которые имущественные права, там, значит, всякие прочие права, их, тем не менее, обеспечивает государство, да? Оно регистрирует. Даже вот запись актов гражданского состояния есть, значит, регистрирует сам факт рождения и смерти, да? То есть вот появилось у человека право на жизнь. Да, а, кстати, право на жизнь у человека возникает только когда? В момент прохождения по родовым путям или до этого? С момента зачатия. То есть с момента зачатия. А это кто-то признает? Вот древние римляне говорили, что на какой, 60-й день или на какой день там? На 40-й день после зачатия. Все, это считается убийством, если аборт совершили на этом сроке. А до этого это, значит, все можно. Просто выковырили. Просто медицинская процедура. Подумаешь, ногти постригли, волосы подровняли. Вот так и здесь тоже. Ну, это признает довольно-таки большое количество людей. В частности, все те, кто принадлежит христианской церкви, католической, православной. Ну, вообще, вся либеральная, так сказать, туса мировая, она считает, что вот право собственности есть. Это святое право. Нельзя отнимать у капиталиста, да? Вот. А, значит, а вот это вот, пожалуйста, вы нам не должны мешать, значит, заниматься абортами. Говорят они, это наше право. Это либералы за свободу, да, они говорят, да? То есть фактически за свободу убивать других людей. Правильно я понимаю? Нет. Ну, как, ну, убивать этих самых нерожденных детей-то? Нет, я сейчас объясню. Просто дело в том, что вообще за аборты, как за право женщины, да, распоряжаться собственным телом изначально выступали и, собственно, продолжают выступать не те, кого вы назвали как либералы, там, ну, классические либералы, да, скажем, а социалисты, как правило, говорят о том, что право женщины такое есть и вообще, собственно, ребенок — это не человек еще, то есть его можно абортировать. Ну, то есть зародыш — это не человек, поэтому его можно. Но кроме социалистов за это же выступают многие также анкапы, анархокапиталисты, но они, правда, несколько иначе это аргументируют. Они аргументируют это тем, что женщина имеет право на собственное тело, а, соответственно, зародыш — это, ну, что-то вроде раковые опухоли, то есть это не живое существо, это не организм, это просто, это агрессор в теле женщины, скажем так. Агрессор. Такая вот странная вещь. Ну, тут как немножко вот странно все это дело. Странно. Но это явно какая-то игра словами, потому что вот, а с какого же момента он становится уже независимым существом? Почему-то вот эта вот магическая такая вот фраза «прохождение по родовым путям». Вот, между прочим, наши законы, Гражданский кодекс, он защищает права экономические, мимучественные права неродившегося ребенка. То есть вот если вот он уже зачат, умер кто-то из его родителей, ему полагается наследство, да? Вот он уже вот и наследует, да, все, он уже наследник. На него полагается доля, да? Он уже необходимый наследник. А тут взяли аборт, сделали, нет необходимого наследника. А вот представьте эту ситуацию какая-то. Вот есть наследники, и одного из наследников убивают, чтобы увеличилась наследственная масса для других, да? Это же уголовщина. А это просто медицинская процедура, ничего больше. Ну, тут какие-то такие парадоксы существуют, они совершенно вот непонятные, да? С одной стороны, с другой стороны. Это примерно как, так сказать, покраска парохода для черноморского пароходства. С одной стороны мы, с другой стороны пароходство. Поэтому с одной стороны покрасим, с другой нет. Так же и здесь в ситуации такая же. Ну, я бы сказал, что в России с этим ситуация очень плохая. Это как раз, наверное, все-таки результат советского прошлого, потому что во всяком случае в Италии, в Испании, в Австрии, например, да, ну это из тех примеров, которые я точно знаю. В Хорватии еще, врач там имеет право отказать по личным убеждениям. То есть там нет такого, что аборт – это обычная медицинская процедура, которую врач обязан организовывать за счет вот страховки, да? Как у нас. То есть у нас это в ОМС, да, есть обязательное медицинское страхование, это все есть, за счет налогоплательщиков можно сделать аборт. А в Италии врач имеет право отказать его делать. То есть теоретически, если женщина вообще не найдет ни одного врача в Италии, который бы согласился сделать аборт, но при этом он официально за государством разрешен на определенных условиях, то она его сделать не сможет теоретически. Ну, понятное дело, что такие врачи находятся, но тем не менее, вот там есть такая теоретическая возможность. Что довольно-таки интересно. То есть в любом случае, ну, у нас часто говорят, что Запад – это прогнившее общество, да, где уже разрешено абсолютно все, но в действительности там как раз в плане абортов, несмотря на то, что официально в большинстве западных стран он разрешен, ну, собственно, как и у нас. Тем не менее, там оговорок гораздо существует больше, чем у нас. Гораздо больше. Не, ну, там у них немножко другое вообще отношение к запретам и разрешениям. Если у них что-то разрешено, это не... Ну, у человека может быть внутренний некий запрет, понимаете? А у нас только запрет всегда сверху, мы к этому же привыкли, запрет убрали, будем это делать. Это неправильное такое понятие, да? Ну, это как дорога с правосторонним и с левосторонним движением. Вот так вот как-то вот водители не всегда друг другу поймут, да? Значит, вот прижмись, значит, к обочине, один прижимается к правой, другой к левой. Вот так и здесь. Вот разрешено, он, значит, не делай все, что хочешь. Не разрешено, значит, не делай. А там, значит, ну, мы что, что разрешено, а я этим заниматься не буду. Вот так вот это вот все. А у нас только вот вопрос такой. Если разрешено, будем это делать. Кстати, ЗАГСы, насчет ЗАГСов тоже. Это вот у нас в России все регистрируется в ЗАГСах. А, скажем, в Литве, ну, может быть, и в Польше наверняка тоже, там, в общем-то, можно обвенчаться только в церкви. То есть никуда не надо ходить, никакой государственный орган. Но это уже будет официально все именно там зафиксировано. То есть церкви это достаточно. Я не знаю, как в Литве и в Польше, но вот, например, в Германии, в силу того, что церковь выполняет вот такую, в общем-то, государственную функцию, она получает налоги. Она собирает церковный налог. Вот если человек прихожанин церкви, то есть он, значит, будет там регистрировать своих детей, он там будет регистрировать свой брак, вот, он, значит, платит церковный налог. И поэтому на Западе очень популярно объявлять себя атеистами, чтобы не принадлежать ни к одной из конфессий, не платить налог. Откосить от налогов, да, очень по-простому, да, вот так вот. Вот такие вот дела. Но это вот все касается права на жизнь как основного, да, у нас все-таки естественное право прежде всего говорит о праве на жизнь. Ну, вот с абортами тут понятно, что очень тяжелая ситуация. Это, несомненно, с позиции естественного права, нарушение этого права у ребенка. Но что касается рабства, тоже интересный момент. Да. Надо понять, как вообще рабство появилось. Просто в Древнем мире действительно существовало рабство, в античное время оно существовало, да и в Средние века тоже. Хотя, конечно, в поздней античности и в Средние века масштабы были очень скромными, а, скажем, в 15 веке рабство оставалось такой периферийной деятельностью отдельных итальянских деятелей, отдельных итальянских предпринимателей, скажем, да. Но вот если посмотреть на происхождение рабства... А где они занимались торговой, работорговлей-то где, в каких местах? Ну, Генуэст однозначно, они имели колонии в Крыму и, соответственно, могли брать рабов там, ловить, продавать их, соответственно, уже не европейским государством, да, потому что спрос на рабов в европейских странах в тому времени отсутствовал, а тем же самым туркам, тем же самым североафриканским мусульманским пиратам, да, там, в Алжире, к примеру. То есть с ними могли быть такие отношения. Но непосредственно в Европе рабстве можно было уже не говорить, скажем, в веке 14-15, его распространение там тяжело очень заметить вообще на основании чего-либо, да. Ну, разве что... Нет, ну, я могу заступиться за рабовладение, если хотите. Ну, не за то рабовладение античное, да, когда вот человек становился говорящим орудием, а за более ранние времена, потому что, ну, вот, смотрите, живут люди, надо выживать, да. Кто-то может выжить, кто-то не может. И получается, что, значит, есть некий, так сказать, глава, который может всех прокормить, а у него есть люди зависимые, так или иначе. То есть, это необязательно понятие такой вот раб, который там в колодках ходит, да. Ну, просто он вынужден быть второстепенным человеком, он не самостоятельный, да. То есть, понимаете, это вот не самостоятельность людей между собой, да. Вот это вот, в принципе, говоря, так оно и есть. И в семье люди тоже не... Ну, что, ребенок не зависит от родителей? А, у него неотъемлемое право на жизнь есть, да. Но ведь и у родителя нет такого неотъемлемого права взять и прогнать его, да. Он тогда просто помрет, этот ребенок. Даже в существующей ситуации, в зависимости от возраста, он погибнет или попадет в очень тяжелые социальные условия. Вот. А тогда-то тем более, да. Поэтому так по ним получалось. Вот глава семейства, его чады, домочадцы, там, значит, какие-то второстепенные люди, да, которых так вот в Библии называют рабами. Хотя они, в общем-то, это не совсем те рабы, которые были в античности. Это совсем не те рабы, да. У них были права. Да, и те понятия, как, значит, раб Божий, это тоже как раз не то понятие, как в античности. Это, значит, ну вот есть, значит, глава клана какой-нибудь сидит, важный человек, там, или я, или Моисей, да. У него, значит, куча вот этих, может быть, даже много жен, да. И у него много детей. И у него дети есть от наложниц. И эти какие-то второстепенные люди, которые пришли поработать им, попасти его, скот, а он им пообещал отдать в жены какую-нибудь свою дочь, цару какую-нибудь, да, в жены пообещал. Они вот пасут у него, это самое, вот его овечек, козочек, да. Вот, а он, значит, тут себе сидит, правит всеми, да. Он глава клана. Это ведь тоже его естественное право, очевидно. А тут, получается, вот, а он тоже вот зависимый человек. Ну, хочешь, будь свободный, независимый, иди. Ты свободен. Вон он, большой мир. Там можно пропасть очень легко, да. Ну, это, кстати говоря, работало еще и, так сказать, вот такое, в начале нового времени. Там, значит, были страны, где родитель не мог лишить своего наследника наследства. Он, значит, но он распоряжался его, так сказать, брачными отношениями. То есть, он мог разрешить, не разрешить брак. А были места, где, значит, можно было помимо родителей, значит, вступить в брак, но зато его могли лишить наследства. Такие были какие-то, два варианта. То есть, свобода уже такая была, какая-то, да, у детей, у этих самых чадда. Я бы сказал, что вот античное рабство и отношение к рабам у Цицерона и у Аристотеля это, скорее, подтверждение естественного права, а не опровержение. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы можем обратить внимание, вот вы верно заметили, что раб это был как вещь. То есть, для того, чтобы... Это античный раб, античный. Да, да, да. Для того, чтобы оправдать рабство, которое очевидным образом шло в разрез с идеей о естественных правах, которые античные люди придерживались, им пришлось признать, что раб это вообще не человек. То есть, это такое противоречие, которое они решили, понятное дело, нелепым для нас, людей уже 21 века образом, но, тем не менее, они не смогли совместить свои идеи о естественных правах, свои приверженности к естественным правам, с рабством. Им пришлось выдумать такую вот штуку, что раб это вещь. Что человек, который изъят из своей среды, а большинство рабов уже в античной эпоху, это были военнопленные, но в древнем мире это были в основном должники, но это должники, которые имели права на жизнь, кстати, и их все равно выпускали потом периодически в древнем мире, в древнем Месопоатаме, древние иудеи. Рабы с определенным периодом времени, они выпускались на волю. Античные люди брали в основном рабов из своих военных компаний, ну, римляне, прежде всего. И им пришлось признать, что эти люди не люди, это вещь. Потому что эти люди были изъяты из своей среды, где они были людьми, то есть они были изъяты из своего сообщества, из своей культуры, и перемещены в среду, где они стали вещью, и где у них не осталось родственников, у них не осталось людей, которые могли бы в какой-то степени даже подтвердить, что это все еще человек, в какой-то степени заступиться за них. То есть это вот такое изъятие психологически позволило рабовладельческому обществу как бы усидеть на двух стульях. То есть вроде как естественные права и рабство, но в то же самое время вроде противоречия, по крайней мере, формального не наблюдается. Потому что просто мы решили, что эти люди просто не люди, это вещи. И, соответственно, естественное право, можно за него и дальше выступать. Цицерону, Аристотелю и так далее. Такая сложная конструкция, но, тем не менее, я думаю, что это так все и происходило, скорее всего, у них в голове. А что касается кочевников-земледельцев, то тоже очень интересная история, потому что с древности вообще кочевники и оседлые народы, они вообще-то, ну, если судить по примеру Шумера и окружавших их кочевых народов, по примеру Китая, древней китайской цивилизации, окружавших их кочевников Египта и окружавших их тоже кочевников, по сути, любую цивилизацию, которую мы возьмем, она всегда была окружена, оседлая цивилизация, кочевыми племенами. Так вот, на протяжении огромного количества времени войн среди них, у них между собой, было меньше, чем сотрудничество, потому что оседлые люди, они производили те товары, которые не могли произвести кочевники, а кочевники могли производить те товары, которые не могли произвести оседлые люди, И, соответственно, они, скорее, между собой вступали в отношения обмена взаимовыгодного. Действительно, были случаи, когда кочевники, может быть, из-за того, что у них были какие-то проблемы с продуктами питания, с продовольствием, может быть, из-за ухудшения климата, но эти отношения прекращались, они начинали нападать на вот эти оседлые цивилизации, и во многих случаях они их захватывали. Как, собственно, монголы Китая захватили, и не только до этого, Джорджиния были, и после Манчжуры, это тоже все кочевники. Гексоция захватили. Да, да, да. Гексоция и Шумер, Вавилон. По-моему, вот Убейды, которые окружали племена Убейдов, или Убейдов, которые окружали Шумер, они тоже завоевали городскую цивилизацию шумерскую, и там возник Аккад, насколько я помню. Хотя вот тут могу спириодизация ошибиться, но, по-моему, так, да. Шумер, дальше у нас Шумеро-Аккадский период, по-моему, да. То есть это были семитские народы, которые завоевали городскую цивилизацию шумеров. То есть этот сценарий повторялся. Но в целом, мне кажется, что здесь нету в этой истории никакого противоречия с естественными правами, поскольку, какие бы конкретные случаи мы не брали, все равно получается так, что естественное право, оно не столько рассказывает нам каких-то конкретных случаев, сколько земли, значит, принадлежит нам, сколько воздуха над нами принадлежит и так далее. Она, эта концепция, показывает нам принцип, от которого нас следует отталкиваться, и которого нас следует соблюдать для того, чтобы мы жили в обществе, где люди не грабят, не воруют, не убивают. Но, по крайней мере, большинство людей так не делает. Здесь какой-то порядок. И принципы, от которых, собственно, и появляются, от которых отталкиваются и обычаи, и государственные законы. И даже, что интересно, вот советский период, да, казалось бы, совершенно несовместимый с естественными правами образования, но, тем не менее, даже они... Стренишь? Да, даже они, помню, еженедельники ВЧК, первый номер, был такой еженедельник, всего шесть выпусков, они писали, чекисты, что они защищают священное право на жизнь от буржуазно-капиталистического агрессивного мира. То есть, даже у них все равно право на жизнь, это, как вы сказали в песне, да, священное там право, по-моему, есть такие строки. Все равно они его считали священным. Да, они его нарушали, но они считали все равно право на жизнь священным. То есть, в любом случае, нарушения, они всегда были естественных прав, да. Государство занималось беспределом, да и люди, в общем, без государства тоже могут заниматься беспределом. По тем или иным причинам, преступления совершать. Но, если бы только на этом все ограничилось, я думаю, что мы бы не смогли построить общество, в котором, ну, все-таки можно выйти на улицу и тебя никто не убьет, скорее всего. То есть, убийство это, скорее, исключение неправила, которые осуждаются. Да и воровство, изъятие собственности даже государством у граждан, это тоже события, которые, ну, они будут осуждаемы многими. И они приведут, скорее, к какому-то, какой-то дисгармонии в обществе. Даже в Китае, если мы возьмем, где вообще нету, насколько я помню, до сих пор у них нету права собственности на землю, и квартиры у них как бы в аренду у государства берутся просто на очень длительный срок. Даже там мы найдем такие примеры, когда, скажем, государство строит шоссе, но на пути шоссе есть какой-то домик простенький, да, который вот жители этого домика не хотят съезжать. Они нашли выход, они просто это шоссе вокруг этого домика построили. Даже вот есть такая картинка в интернете известная, вот, то есть даже там есть какой-то, ну, какой-то никакой пиетет перед правами людей. Даже, хотя формально там нету права собственности на землю. Но они действуют так, как если бы оно было. И так мы у любого абсолютно народа найдем что-то подобное. То есть, в принципе, это действительно универсальная штука, и она позволяет нам судить, что государство где-то перегибает палку, что государство где-то действует незаконно. Хотя позитивные законы могут говорить о том, что государство, например, борется за социалистический строй, да, и что кулаки там ссылаем, и их дети — это все враги народа. Мы все равно находим повод осудить эти действия. Несмотря на то, что позитивный закон оправдывает эти действия, уже в самом Советском Союзе, после смерти Сталина, эти вещи во многом были осуждены. И многие эти люди реабилитировались. Ну, после смерти Сталина там были осуждены действия, так называемые, необоснованные репрессии. Это уже эпоха 1937 года. Даже вот эти репрессии эпохи промпартии, так называемые, были процессы вот это вот в городе шахты, шахтинский процесс, что вот, дескать, какие-то, значит, инженеры заботились о шахте, потому что они собирались ее передать потом хозяевам, да. Непонятно, что надо было не заботиться о ней, они что вот рассчитывали. Как-то это было как-то вот, для меня это не совсем понятно, да, промпартия вот это вот. Вот это вот осудили, это вот реабилитации были, они потом долгое время шли, а вот до реабилитации кулаков как-то не нашло, потому что там, ну как, реабилитация это отмена некого судебного или внесудебного какого-то, да, квазисудебного решения. А там их не было, просто сказали вот этих вот, ребят, сейчас выселяем и все. То есть вот так вот, ткнули пальчиком, соседи причем ткнули пальчиком-то. И все выселили их, и все полетело. И, в принципе, там никакой реабилитации, восстановления прав собственности нет. Ну, потому что это не значит, что все они погибли, да, часть-то из них уцелела. Они, правда, перестали быть крестьянами, все абсолютно, все, потому что им запрещалось заниматься сельским хозяйством. Но их никто не реабилитировал, то есть там даже такого вот не было понятия реабилитации. И против этого-то до сих пор не все выступают, не все общество понимают. Находят в себе лазейки, объясняют, что они были сельскими ростовщиками. Хотя это какой-то такой был уникальный объект, сельский ростовщик. И, в принципе, особенно в эпоху, когда нет денег. Вот попробуйте дать в рост деньги, когда ничего не стоят. Чувствуете, да? А тогда ведь была такая эпоха, когда деньги ничего не стоили. Что вы могли дать в рост? Какие деньги? Никаким ростовщичеством там просто заниматься было нельзя. Это парадоксальное объяснение тем и менее оно существует до сих пор. И вот до сих пор гуляют в интернете все уверены. У него кулаки неплохие были, без них было лучше. То есть общество сейчас до сих пор это не осудило до конца раскулачивать. Хотя первые, так сказать, нотки осуждения мы вот даже можем это прочитать у Шолхова в «Поднятой целине». И он писал письма Сталину на эту тему тоже, осуждая такого рода действия раскулачивания. Но, тем не менее, это так и осталось нетронутой темой. До сих пор большинство считает, что молодец, прав был, кто раскулачил. То есть вообще вот это было. Понятно, что это было огромное преступление, прежде всего. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Так вот говорят про это дело. Это хуже. Потому что это была ошибка. Он всю страну до 1991 года поставил в зависимости от заграницы, от продовольствия. Мы все время говорили, что вот там вот это самое, так сказать, канзашчина, это наш, так сказать, сельскохозяйственный придаток. Потому что мы без зерна, который покупали в Канаде или в Америке, прожить не могли. И все вот из-за этого, из-за того, что вот совершили ту ошибку. Это хуже, чем преступление. Это ошибка оказалась. Ну и потом тоже войну бы мы, конечно, не выиграли, если нас бы не кормил бы Запад. Опять же, на голодный желудок не повоюешь. Да. А страна-то была бедная в ту пору. В ту пору бедная страна была. И вот, скажем, еще в 20-е годы, это еще до раскулачивания, значит, вот у нас был гарнизон, и было там уже появилось, по-моему, артиллерийское училище, перевели из Ленинграда. Да, тогда уже был Ленинград. И вот солдаты, значит, они ходили по городу и побирались. Да, их кормили просто так вот. В части их не кормили. Вот такая была жизнь в ту пору. Хотя подвиги совершали. Сгорали на пожарах, на постах. Да, вот они там до сих пор, значит, вот в наборе открыток, который посвящен часовым, которые, значит, на посту погибли. Вот там есть вот наш, так сказать, коломенский часовой, который сгорел на посту, когда был пожар на складе боеприпасов. Знаменитый пожар, там был такой со взрывами. Мое поколение еще набирало на полях, так сказать, порошинки артиллерийские, те, что остались от тех взрывов. Это было в 20-х годах, были знаменитые взрывы. Вот, вот такие дела. Ну, то есть, я вот не понимаю вот идею, ценность вот этого вот самого понятия об вот этих самых естественных правах. Потому что эти естественные права только тогда иметь начинают смысл, когда их можно защитить. Либо вот своей силой, да, человек защищает свою жизнь и свою собственность. Не дает его, значит, так сказать, кому-то другому воспользоваться. Либо для этого используется механизм государства. Он делегирует свои неотъемлемые права, которые так он должен своими кулаками защищать, делегирует государство. Вот в этом плане очень характерно, как модель развития, по-моему, американского общества. Вот там вот, когда за фронтиром, там же за фронтиром не было закона. Фронтир – это граница, которая отделяла вот эти штаты. Первые 13 штатов, которые образовали Соединенные Штаты. Вот, ну, так сказать, по нашему дикому полю, да. То есть, вот там за фронтиром, там была вот ничейная земля. Туда можно переходить было, значит, заниматься какой-то экономической деятельностью. Ну, и права свои самообеспечивай. Общество обеспечивало права, нанимало там какого-нибудь шерифа, который, значит, порядок следил. И вот в этом плане очень важен у них такой момент, когда, собственно говоря, вот это сам факт, вот, ну, так сказать, естественного происхождения права, да. Право на насилие – это вот известная эта история. Помните, так сказать, «Дог Холидей» и вся вот эта компания. Это много раз экранизирована эта история, перестрелка там у какого-то загона для скота украли, да. Вот эти все стали они живописными персонажами многочисленных вестернов, многочисленных произведений, легенд. Все эти там обе стороны и разбойники, и те, кто их привлекал. Они мало чем отличались друг от друга. В принципе, все были такие же разбойники. Но вот одни разбойники свое естественное право защищали, они оказались хорошими. А другие разбойники, они как-то вот не в жилу квакнули. Да, вот это непонятно. Вот почему Джесси Джеймс плохой, да? Ну, почему он плохой? Непонятно. Вот такой был знаменитый тамошний разбойник. Кстати, семьянин примерно, у него дом был. И вот он как-то раз, видите, на стене немножко покосилась такая вот в рамочке, какое-то такое красивое религиозное изречение. Он его стал поправить, и как раз в это время его и застрелили сзади. Вот государство объявило за него премию. Хотя он открыто жил, да, понимаете? Но вот чтобы убить его, надо было вот решиться на это. Но в конце концов народ с этим был, народ Соединенных Штатов был с этим не согласен. И где-то в какой-то пивной этого убийца убили. Кто убил, непонятно, да? Ну вот убили. Народ был не согласен. Вот это вот, так сказать, мы народ Соединенных Штатов. У них так конституция начинается, да? И, кстати, в понятие, а кто тогда входил в понятие мы народ? Вот, например, чернокожие не входили, индейцы не входили. А вот сейчас у них чернокожий президент, да? Где справедливость? Где тот закон, который был? Был, да. Был Обама. А был чернокожий президент. Один раз. И то наполовину белый. Ну, какая разница? У них полно было чернокожих и всяких других деятелей политик. Кандализа, Райс и прочие, 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 прочие товарищи были, да? Вот, многочисленные очень товарищи были чернокожими. Но, тем не менее. Ну, вот тут такое дело. Это действительно есть такой аргумент против естественного права. Я, как правило, его, кстати, слышу от анкапов, что если нет силы, которая обеспечит выполнение этих прав, то, в общем, грошам цена. То есть, вообще, они в итоге говорят, что существует только право сильного. Ну, некоторые люди с такими вот убеждениями политическими, они говорят, что есть только право сильного, и все. Но, мне кажется, что это как раз-таки, как и с рабством, получается, можно наоборот представить, что человек, вот, смотрите, человек создает сообщество себе подобных. С себе подобными он создает определенное общество. И, действительно, что он делает? Он создает определенные институты, которые призваны защищать права. То есть, даже если нет централизованного федерального государства, он все равно наймет шерифа, который будет этим заниматься. Все равно будет обязательно в таком сообществе какой-то суд, подобие суда. Не в плохом смысле этого слова. Будут те самые инструменты и те самые институты, которые существуют в обществе с государством. То есть, в любом случае, люди действуют так, как если бы, естественно, права существовали, и они их всех признавали. То есть, вот эти вещи, вроде полицейских, да, и армии, они, прежде всего, нужны для того, чтобы спасти себя и своих близких от действий нарушителей. То есть, действительно, в обществе большинство людей не преступники. Они не хотят убивать, они не хотят грабить, в общем-то, готовы признавать другими право собственности, право жизни и так далее. Они не готовы это делать. А если кто-то совершает, то многие из этих людей к этому пришли через какую-то там серьезную ситуацию. Да, вот сейчас говорят, вот всплеск преступности из-за коронавируса, из-за того, что многие лишились работы и заработка, вот выросла преступность. Но если общество нормально функционирует... Да, эти люди обеспечивают свои права на жизнь. Вот вы не по непонятности совсем. Человек, значит, что-то ворует. Он ведь не убивает другого человека, он ворует. Он, значит, ворует, чтобы прокормиться. Да, как, так сказать, Жан Вальжан отверженных украл, значит, булку и за это попал на каторг. Вот как понимать, он преступник или не преступник? А вот это интересный вопрос, потому что в некоторых странах он уже решен. В частности, в той же Италии, мы сегодня ее упоминаем уже третий раз, по-моему, там не наказывают воришек, которые, скажем, украдут в магазине хлеб или молоко. То есть они не подлежат наказанию, потому что считается, что если человек пошел на такое мелкое преступление, то, видимо, он просто хотел есть. И, соответственно, он как раз-таки, как вы сказали, реализовал свое естественное право на жизнь. Но он не нанес никому никакого существенного ущерба. Он просто украл хлеб, чтобы не умереть голоду. То есть цивилизация, которая... А если он украл хлеб и молоко какой-нибудь бабушке? А вот это уже серьезнее, потому что вопрос заключается в том, насколько, нанес ли он вообще ущерб этим, например, магазину. Но, скорее всего, особо никакого ущерба не нанес, он ничтожен. И он может этот ущерб... Да, но вот для бабушки это существенно может быть существенным. Сумку с продуктами на него... Соответственно, это уже действительно можно считать преступлением. И он же, когда... А он почему так на это пошел? Потому что в магазине там везде камера, там стоит охранник, который даже если тебя не посадят, он у тебя хлеб отнимет. Да? Охранник для чего там стоит? Ну так бы он тогда от бабушки там просто приходил бы и брал этот хлеб, и молоко свободное уходило бы, да? В этом случае можно сказать, что он совершил преступление, потому что у него... Он не воспользовался всеми возможностями для того, чтобы предотвратить такую ситуацию. Там, скажем, он мог пойти в церковь попросить благотворительную организацию. Он мог пойти в тот же магазин, предложить свои услуги, скажем, мыть унитазы взамен на хлеб с молоком. Нет, он сразу же пошел и ограбил бабушку. То есть, в принципе, я не вижу здесь особого... Ну, это не серьезный такой аргумент. Нет, ну вы знаете, нет, это на самом деле очень серьезная, в принципе, проблема. Ну, понятно, вот он там, почему он украл у бабушки, а не в магазине, это ладно. Но ведь, в принципе, проблема нарастает. В том плане, что у нас все меньше и меньше есть рабочих мест для людей без высокой квалификации. Вот, например, даже по моим понятиям, раньше это была высокая квалификация, водитель, и того, глядя, заменит робот. Правильно? Водитель автомобиля, того, глядя, заменит робот. И много таких вещей, да? Автоматизируется производство. И, в принципе говоря, все клоняется к чему. Вот в таких вот развитых странах, ну, я не знаю, вот к такому уровню развития России относится или нет, но скоро встанет вопрос, а что делать людям, которых нельзя обеспечить работой? Вот, между прочим, вот этот вот карантин, он нам много показал, что очень много таких вот рабочих должностей, без них можно обходиться. Мы научились обходиться без магазинов, нам привозят, ну, курьер, да? Понятное дело, курьер, вот он принес сразу на неделю еду, и все. Это один человек, не нужно вот это вся арава мерсендайзеров и всех прочих, которые работают в магазине, и, соответственно, с этого получают зарплату, да? Вот, ну, то же самое можно про все остальное сказать. Вот Москва очень хорошо, Московская область, так сказать, приспособились к карантину, потому что люди продолжают работать из дома. То есть, кем он не работал, он работает из дома. А для чего нужно ему работать вне дома? Только если он что-то руками делает. А это, в основном, в магазине что-то с места на место перекладывает, или на стройке, или на заводе. Все, вот эти места остаются, а все остальное-то пропадает. Понимаете, как очень многие... Это просто вот мы недооцениваем то, что вот этот карантин, или как там самоизоляция, правильно называть юридически, да? Он привел вот к этой вот революции, да? Оказалось, что можно, да? Это как Гагарин в космос полетел. Оказалось, что можно. Человек может в космосе работать. Он там что-то такое говорил, что-то там писал в дневнике, какие-то там показания снимал, да? Может, да, вот все. Это было торжество ликования. Так же, в принципе, и сейчас. Но если тогда этот полет Гагарина, он как-то не влиял на количество рабочих мест, может быть, наоборот, даже создавал их, да? Чтобы больше ракет строить, запускать. А тут-то нет. Тут их убивает. И не возникнет такой вопрос, чтобы государство содержало людей, которые будут не работать, да? Вот как вот в европейских странах, там такое понятие есть. Какой-то доход-то, как он называется? Безусловный доход, что ли, да? Но он не введен нигде, кроме Финляндии, по-моему, то там этот опыт не очень хороший. То есть, он нигде, его не существует. А почему он не хороший опыт? Что не хватает денег или это разбаловывает людей? Это и разбаловывает людей, и предполагается, что этот доход, он позволит, наоборот, разгрузить социальную систему, то есть, экономить, наоборот, на социалке. Но, по всей видимости, никакой экономии там не получается. То есть, когда все получают, безусловно, доход, тут есть и социальные риски, да? То есть, разбаловывать человека можно. Иждивенчество появляется тоже, факторы иждивенчества очень серьезные. Я вам вот такой пример приведу, биологический. Это значит, вот человек может питаться, вот разжевывать, глотать, переваривать, а может просто через вену там ему вливать, питать на раствор, да? Это он избалуется, и вот будет ничего не делать. А вот, с другой стороны, ведь есть ситуация, когда он не может жевать, ему только через вену и кормиться, да? Так вот, боюсь, что общество к такой ситуации придет, когда без вот этого вот, безусловного дохода ему не прожить. Потому что вот, ну вот, вот у нас сейчас без работы, сейчас у нас без работы будут оставаться люди, приехавшие сюда на работу из Средней Азии, да? Это уже проблема для Средней Азии. Они вернут в Среднюю Азию, им там тоже нет работы. Ну, то, что можно сказать. Для нас это постепенно тоже будет проблема создаваться. Это социально-экономическая проблема, которую можно решить двумя способами, двумя подходами. Либо с позиции сторонника естественных прав, либо с позиции человека предельно прагматичного, предельно, ну, человек, который отрицает, естественно, права, да? Ну, предельно прагматичного, он скажет, давайте перебьем лишних, да? Это уж совсем. Да. Ну, это не наши методы, как говорил, так сказать, Федя из приключений Шурика. Помните, это не наши методы. А с другой стороны, почему бы и нет? То есть, если нет никаких естественных прав, а почему бы не перебить самых слабых? Ну, если даже не грубой форме перебить, а, скажем, травить их чем-то, чипированием какой-нибудь его, что-нибудь туда запустить, чтобы он умирал медленно. То есть, почему бы и нет? Нет, нет, нет. Ну, то есть, перебить, нет. Ну, это не наши методы. Что значит, почему бы и нет? Ну, как-то это невозможно. Это вытекает за пределы, да? Тут даже вот, ну, как-то сказать, нет, это невозможно. Это невозможно. Я согласен. А вот с точки зрения естественных прав, или как хотите, тут начинается вопрос ограничения естественных прав, да? Ага, вот раз ты, значит, не можешь себя обеспечить, да? Не можешь? Не можешь. Давай мы сейчас, как вот тогда, значит, будешь у нас человеком второстепенным. Вот в Англии такое было, когда у них была эпоха огораживания, появилось много, значит, фермеров, которые не работали уже, им просто лишили их наделов, их лендлорды, вот. И они, значит, бродяжничали. И что была альтернатива? За бродяжничество вешать? Или придумали другой вариант. Создали, так называемые, работные дома. Там весь этот человеческий материал жил, аккуратненько весь, так сказать, рядочками сидел за столами, ел, да? Аккуратненько для них разрабатывалось, так сказать, меню наиболее оптимальное, чтобы дешевле обходилось оно королю и вообще налогоплательщику тоже, да? Все. Вот это было сделано, но людей сохранили. То есть, в принципе говоря, вот этот доход, доход вот этот, это своего рода тот самый, только более свободный. Наверное, если он не сработал в Финляндии, значит, нужно возрождать работные дома в какой-то форме, да? И, может быть, чипировать надо, да, кого-то, да, как вы говорите. Ну, кто его знает? Вот, чтобы он отмечался, все время приходил. Ну, вот в Америке, например, безработные, чтобы получать пособие, каждую неделю ходят и отмечаются. Просто так записался безработным и живи себе на пособие. Так у них нельзя, надо все время отмечаться. Вот. То есть, у них все-таки работа есть. В очереди стоять за пособием. У них работа есть. Вот. Я думаю, что пособие, они, это не самое удачное решение, особенно для людей, которые придерживаются естественных прав, потому что пособие, они обеспечиваются за счет кого-то другого, а это уже нарушает естественные права. Да за счет государства. Простите, а что, налоговая система не нарушает эти самые права естественные? Но без налоговой системы у нас многих вещей бы не было. Например, не было бы, там, я не знаю, науки не было бы, она содержится на это дело, да? Тогда вопрос стоял так, кто каждый сам по себе готов пожертвовать? Вот. У нас в нашем мире очень мало таких людей, которые готовы что-нибудь дать, да? Все больше хотят взять. Вот даже я хочу взять. Я прошу денег. Я не даю деньги. Вот. Я прошу денег у зрителей. Попрошайка. Вот. А некоторые дают мне, но таких очень мало. Вот. А ведь в свое время был такой, как же его звали фамилии? Это Леденцов, по-моему. Это был знаменитый совет, российский миллионер, дореволюционный, да? Который, значит, свое состояние завещал на науку, да? И вот это был огромный фонд, по-моему, Леденцов его звали. И этот фонд конфисковали большевики, да? То есть наука вот. Дальше превратилось в такое очень жалкое состояние. Но до революции там были люди, которые могли сказать, вот на это исследование стоит дать денег, а на это нет. И они были независимыми. То вот в советское время каждый хотел, дай мне на исследование деньги, да? Сергей Павлович Королев дал, говорил, дай мне на мои ракеты вот эти. Вот та ракета не нужна. Ее забросили. Поэтому, значит, на Луну пришлось Н1 срочно делать, какую-то, так сказать, самоделку. Потому что нужную ракету запороли, да? А вот не нужна эта самая спираль, воздушно-космический самолет. Не надо ее делать. Вот наша тема. Вот побеждали так, да? Да, вот так вот. Вот, так сказать, Грабин и Шавырин. Каждый свой миномет сделал. Но в результате на конкурсе победил Шавырин. Его миномет оказался чуть легче, да? Чем Грабинский, да? 160-миллиметровый миномет. Вот так вот, да? Понимаете? Ну, то есть, деньги-то дали на два исследования. И Шавырину, и Грабину. Да? Деньги давали всем авиаконструкторам. В том числе, вот, был в шараге у этого самого, у Берии. Туполев разрабатывал бомбардировщик свой, пикирующий, двухмоторный. Говорят, самый лучший бомбардировщик Второй мировой войны, но он так и не воевал практически. Потому что его не пустили в производство, потому что не хватало моторов. Моторы шли для истребителей «Ла». Лавочкина, да? Вот они были с воздушным охлаждением. Ему не хватило. Все. А зачем-то делали-то? Вот, не подумавший, да? Ну, Берий решил, что вот у тех, те авиаконструкторы, что у него сидят, будут у него работать в его шараге. Вот, Беревская шарага, это фактически конструкторский бюро Туполева, да? Так вот, де-факто, да, после войны, да? Туполев много где работал, под разными брендами, и АНТ у него был бренд, и просто ТУ был бренд. Вот это вот ТУ, это уже бренд, который родился в шараге у Лаврентия Павловича. На, там, как это, улица Радио, что ли, называется в Москве? Набережная Туполева, улица Радио, такой высокий дом, конструктивизм. Внизу, там, по-моему, сейчас университет, какой-то, как-то, там был этим почетным человеком, был Капица Сергей Петрович. А на крыше, там уже нет, не сохранилось, была клетка, в которой эти авиаконструкторы гуляли в обеденный перерыв. Вот, был обезьянник, как я не называю. Ну, ну, ладно, это бог с ним, но вот это, опять же, вот эта борьба, потому что, честно сказать, не могут. Нет, это не надо делать. Будем делать, мы хотим. Но они-то хотели, иначе было бы в лагере сидеть. А так они делали самолет, бесполезный, расходовали государственные средства во время войны, да, как будто не на что было их потратить больше. Ну, вот так, а так бы в лагере бы сидели, лес бы валили, золото бы валили. Марк Соломин писал, кстати, что, по-моему, Лавочкин, те, кто отвечал за создание ЛА, у них были подвязки круче, чем у конкурентов. То есть, поэтому они... Даже круче, чем у Лаврентия Павловича, да? Ну, Лавочкин-то, он замечательная машина, это был истребитель самый ходовой, дешевый истребитель с воздушным охлаждением, поэтому вот они летали. Ну, они качеством были низкие, сами понимаете. Летающий, гробовой, как там, лаг, летающий... Летающий гроб, да. Летающий гроб, что-то такое, как-то вот так переводили. да, 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 может быть, может быть, но они, да, либо на Яках, либо на американских машинах. Такие машины Яковлева-то были покрепче, да? Миги еще были хороши, особенно хороши были Миги. Миги вообще служили вот тогда на обороне Москвы во время 41-го года, вот она была укомплектована Мигами. Миг был, машина с таким длинным двигателем большим. Ну, понятно, что хуже Мистершмитта, но все равно лучше, чем ничего. Ну, ладно, я вас взбил в другую сторону, так и я так и не понял, в чем прелесть понятия неотъемлемых прав, потому что все равно на них никто не обращает внимания, на эти права человека. Нет, я думаю, Другое дело, что если кто-то кого-то убьет, его за это посадят, или, по крайней мере, привлекут к ответственности, а он будет отмазываться, да, если у него такая возможность есть. Ну, вот и все. Я думаю, что все-таки на естественные права мы все с вами обращаем внимание. Вы, кстати говоря, тоже обратили на них внимание, когда сказали, что это недопустимо. У вас что-то вот... Нет, это недопустимо в нашем обществе, это не сработает. Все равно, вот, вы по умолчанию же считаете, что это недопустимо, объяснить, почему... Я считаю, что это крайне непопулярно. Вот, например, если это происходило бы в нацистской Германии, то это было бы допустимо. А вот то, что там не допуска... То, что допускалось в нацистской Германии, у нас сейчас недопустимо. И вот, например, мне товарищи предложили какой-то там провести стрим вроде вашего, да, но я посмотрел, а у них там, значит, на сайте оправдывания Холокоста, да, что это хорошо, говорит, делали-то, это благо. Вот, кто это? Да фиг не знает, как они там называются, но у них такое было там оправдание. Но я говорю, я, ребят, с вами не буду связываться, да, извините. Да, вот интересно. У них такой-то плакатик красивый, что это вот, благо или зло? Холокоста. И там еще портрет Питера, там у них там все как положено. Давайте так представим, на протяжении большей части истории человечества все-таки люди, я согласен, что сейчас, за последние сто лет, люди, во многом стали пренебрегать ценностями естественного права. Но на протяжении большей части нашей истории естественные права признавались и философами. Нет, их находили как обойти, вот вы помните, да, право. Да, а все что угодно можно обойти. Даже божьи законы все равно заповеди люди. Я думаю, что и в Германии, в нацистской тоже было понятие естественных прав, но не для всех. Кому-то было естественное право в концлагерь отправиться. Интересный момент, интересный момент с нацистской Германией, потому что они скрывали очень долгое время все то, что они делали с евреями в концлагерях. Причем это же не афишировалось. Они пытались это скрыть и от народа, и грузовики, поезда, которые туда следовали, ну, всячески старались там как-то по-другому. Все это представили, что это просто трудовой лагерь, или там вообще, может, везут какой-то провиант, еще что-то. То есть, они прекрасно понимали, что они совершают преступления. И все это прекрасно понимают. Потом они эти лагеря некоторые успели уничтожить, то есть, вообще там чисто. Они стали подчищать. И не исключено, что не все эти лагеря известны сейчас, потому что это тайно. Может быть. В общем, может быть, что вот это вот там просто некоторое количество лагерей существовало, люди были уничтожены, но их по документу нигде не осталось. То есть, я к тому веду, что несмотря на то, что люди совершают злостные, злые деяния, нарушают естественные права других людей, даже пример Германии, в СССР мы уже обсудили, ну, пример Германии показывает, что основные функционеры этих злодеяний, они тоже прекрасно понимали, что они творят что-то очень плохое. Они это знали. И они боялись ответить за это. Да вот наши, которые революцию делали, которые руководствовались в соответствии, как это они говорили-то, с революционной целесообразностью, вот понимаете, да? Мы вас принуждены расстрелять, сказал, значит, убийца царю, да? Мы вас принуждены расстрелять, он ему заявил, да? Принуждены расстрелять, вот такая фраза была. Вот. Ну, кстати говоря, да, так даже в то время не могли понять, кто же санкционировал это убийство царской семьи, официально сказали, а это местный там совет принял решение. Вот. Вот это мы тут не... Москва, мол, тут ни при чем. Хотя это было очень маловероятно, что Москва была ни при чем. Ну, следов они не оставили, да. Нет следов о вводе войск в Афганистан. Кто же как принял решение, да? Вот какой-то так вот протокол совещания политбюро, он как-то вот не сохранился. Вот. Ну, потому что там посторонних не было, а ввел кто-то из своих, он как-то там карандашиком не пойми, что написал. Ну, они вообще любили все делать скрытно, да? Как в Вьетнаме, например. А? Где-где? Вьетнам, например, тоже присутствие советских специалистов там не особо афишировалось. Насколько я понимаю. Ну, оно и китайских специалистов не особо афишировалось. И китайских, да. А там ведь фактически на севере Вьетнама была китайская армия, а вьетнамская армия это влияла на... воевала на юге. Там вот эти все вьетнамские партизаны это были на самом деле вот, так сказать, северо-вьетнамские солдаты. На самом деле они к южному Вьетнаму никакого отношения не имели. А Вьетнам вообще это конгломерат трех когда-то, так сказать, древних княжеств. Это тоже вот в одном княжестве воевали люди из другого княжества. Примерно так. Кстати, Корея тоже в свое время была разделена на Кагурео, Сила, Экче. Тоже там были свои. Хотя вот, кстати, Северная Корея сейчас, она, как ни странно, совпадает с границами, кажется, Кагурео. То есть границы очень прям как будто специально нарисовали 38-ю параллель там, где когда-то и было это разделение между государствами корейскими. Не знаю, специально или нет, но совпадение интересное. Ну, посерединке просто занимались северо-то советские войска, а с юга американцы. До 38-го параллели была зона разграничения. Тогда в 45-м. В августе 45-го. Ну что, обсудили мы естественные права? Ну, в общем, да. Я в целом могу... Вы в целом высказались, да? Я в целом много чего узнал. Я понял, что эти естественные права их никто не уважает без того, чтобы вы их... И ими приходится поступиться, да? Вот у вас есть естественное право на жизнь вашу, на свободу, а вы идете нанимаетесь на работу и работаете, да? И вот приходите туда с утра хочу, не хочу, а не хочешь, не ходи, но тогда есть не получишь. Вот как быть-то, да? Понимаете как? Это, в принципе, так же, как вот это библейское рабство. Да? Ну, рабы библейские, да? Вот так они. А не хочешь, иди, иди, ты свободен тогда будешь. Уходи от меня, от этого вот, либо к другому кому. Сейчас можно, да, к другому на работу наняться. Кстати, так и было у нас, пока был Юрий в день, крестьянин мог от одного барина уйти к другому барину, да? Потому что тот барин мог в лучшем условии создавать. А давай, будешь у меня работать. А с другой стороны, медицинское обслуживание первичное, скорее всего, будет оказано любому человеку, если он окажется при смерти. То есть, вот, страховку медицинскую спрашивать будет потом. Сначала поставят на ноги, потом уже спросят. Даже в России. Ну, я не знаю. Если это не вот такая вот экстренная ситуация, там, кстати, вот эту вот скорую помощь вас оказывают очень хорошо, если, очень хорошо, вот так в кавычках, наверное, если у вас есть страховка, они начинают максимум туда и надо, и не надо, и какую-нибудь томограмму головного мозга сделают на всякий случай, даже если у вас заболел желудок, да? Ну, представляете, вот такие ситуации, это вообще глупость. Ну, что, просто деньги из этого фонда получить? Это жульничество. А так, если что, заболеете, хрен, что добьетесь страховками, хоть без страховок, бесполезно. Лучше за деньги идти. Ну, я согласен, что частная медицина, она лучше. Берешь частную медицину. И они тоже, тоже, они вот обследование провели, это значит, не является диагнозом, все. И что с этим делать? Диагнозом не является. А что это делал тогда? А вот он там исследование проводил. Он же не просто какое-нибудь исследование проводил, чего-нибудь там, да? Сколько там изотопов кислорода, а он, значит, в принципе, проводил исследование. Да, ну, в общем-то, смутное дело. Я думаю, что этого естественного права, только у Робинзона Круза существовал. Да нет, но у нас с вами существует, однозначно. Мы его друг за другом признаем в любом случае. То есть, если бы мы не признавали, мы бы жили бы совсем в другом обществе. И законы, которые сейчас существуют, пусть они позитивные, но вообще это эволюция, целое право, да, происходило на протяжении веков, они не появились с воздуха, а все прошлое время юридической науки это прежде всего естественное право как раз. Прикол в том, что когда мы ощущаем за собой право на жизнь, то есть мы не хотим, чтобы нас убили, мы точно так же, вот мостик, да, между нашим ощущением того, что мы имеем право на жизнь и нежеланием, чтобы нас убили, мостик к законам, да, которые запрещают убивать, он есть. Вот это ощущение позволяет нам понять, что и другие люди тоже не хотят, чтобы их убили и для того, чтобы у нас была какая-то гарантия, что мы друг друга не переубиваем. Ну, вы знаете, вот в Советском Союзе тоже ведь был закон, этого нельзя отрицать, я вам тоже запрещал убивать и не все времена советские, это была сталинская диктатура, там тоже вот было не так, но тоже самое, это обычная ситуация, меня соседа убить обещает, меня муж убить обещает, вот убьет, тогда и приходите, это буквально вот такие вещи, им говорят, плохая работа, это плохая не работа, они в соответствии с законом работают, а что, плохие законы, плохие законы, а как он, нет, бедное государство, то есть вот эта вот жена или эта бабуля, которая к соседу выйти обещает, она не может вот просто создать себе такую ситуацию, в которой его обещания уже не будут ничего значить, ну, типа уехать на другой край света, или переселиться в другое место, не может, только-только нужно к милиции, а милиция говорит, а мы ничего не можем, ну, Павлович сказал, свобода слова, да, это тоже одна из важнейших свобод, она у нас была ограничена, но в ту пору-то тоже слабо, а? Тоже так же говорят, сейчас в наше время, когда убьют, тогда я приходите, ничего не поменялось. в то же время так же говорят, потому что невозможно ничего сделать, судить невозможно, как вот, что ему инкриминировать? Ну, вообще, по-моему, есть статья угроза убийством, по-моему, что такое есть, ну, там нужны доказательства, ну, там имеется в виду угроза убийством, когда реально только угрожают, да, вот там вот, вот представил, так сказать, нож в горло, кошелек или жизнь, да, все, вот это вот ограбление, разбой называется тогда, если просто вытащил из кармана кошелек, кража, с ножом в горло, разбой. Доведение, доведение до самоубийства есть еще. Ну, да, доведение до самоубийства есть еще, да, ну, пойди докажи. Ну, да, это сложно доказать, согласен. Самоубийца уже не сможет это доказать. Хотя, сейчас мы живем в эпоху, когда интернет помнит все, а в основном люди общаются через интернет и находят, как-то все-таки много чему доказательства разные. Так человека запугали через интернет, что он совершил самоубийство, да? Затравили. Это же каким надо быть, если не забань-то его и все, и дело с концом. Сейчас, к сожалению, очень часто я читаю в новостях, как школьники травят своих одноклассников, те кончают с собой. То есть, это явление достаточно часто от школы. Ну, они просто очень зависят от чужого мнения. Такая слабость. Так забань его не смотри на него и все. Плевать тебе на него хотел? Да, к сожалению, есть такое. Это смысл как бессмысленный. Ну, ладно, пора нам закругляться на эту тему, да? Ну, вот, спасибо публике, родной, за доброту и ласку, особенно тем, кто обратит внимание на реквизиты всяких для платежей под моим видео, могут мне помочь. я тут все ныл, 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 что вот вы, естественное право ваше, вы можете распоряжаться своими деньгами, в том числе мне их прислать, такие вот я тут, да, крокодили слезы лил. Ну, хорошо, спасибо вам, сейчас я выключаю запись. Да, и вот запись, где у меня, вот здесь выключается. Сейчас я запись-то и выключу. Остановить запись. Субтитры сделал DimaTorzok